Кажется, что мессенджеров даже я уже рассмотрел с десяток и куда же больше, но сегодня еще один Джемми. Но вообще чем больше мессенджеров, в которых безопасность ставится на первое место, тем лучше. Вот Джемми как раз один из них. Посмотрим, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. При этом являясь одним из них, он все-таки обладает рядом особенностей. Во-первых, по функционалу. Видеозвонки, конференции на неограниченное число участников, возможность расшарить экран, прямо скажем, уже хорошо для защищенного мессенджера. Джемми распределенный, то есть децентрализованный, причем это чистый P2P. Ну то есть у него в принципе нет выделенного сервера, а значит его нельзя положить, взорвать, изъять для проверки информации. К слову, чистых P2P мессенджеров не так много. Мне вообще в голову только бриар приходит. Про сквозное шифрование открытый исходный код даже не говорю, это понятно. А то, что он кроссплатформенный, это уже вишенка. Если он еще и выглядит неплохо и работает, цены ему нет. Итак, тут есть разные всякие возможности подключиться. При том, что мессенджер привязан к конкретному устройству, с потерей устройства вы не обязательно потеряете все данные. Тут можно сделать бэкап и вот тут вам предлагают из этого бэкапа восстановиться. Об этом расскажу позже, а пока регистрируемся. Логин. Это основной ваш идентификатор, имейте это в виду, по логину вас будут находить другие пользователи. И пароль. Причем он не обязателен, вот это меня немного смутило. Если не задать пароль, то ваш аккаунт на данном устройстве абсолютно беззащитен. Если вы будете создавать резервную копию, то и она будет не защищена паролем. А резервная копия восстанавливает ваш аккаунт на любом другом устройстве. С другой стороны отсутствие пароля дает возможность использовать джейми как джитси. Зашли с любого устройства, придумали любой ник и общаетесь. Поэтому тут надо действовать по ситуации, но постоянный аккаунт я бы все-таки паролировал. Тут ваше имя, ну лучше реальное, и нам предлагают создать резервную копию. Выбираете место, копия зашифрована и если вы установили пароль, то защищена паролем. Но все равно можете ее припрятать куда-то в защищенный контейнер. И тут мы натыкаемся на следующую восьмую уже плюшку. При регистрации вам не нужно указывать ни телефон, он не имейл. А значит джейми не только защищенный, но и конфиденциальный мессенджер. Выглядит он вполне неплохо, сейчас проверим работает ли. Тут у нас QR-код для обмена контактами. Вещь необязательная, тут нет сложной системы подтверждения контактов, как в Briar. Достаточно знать логин пользователя. И настройки. Учетная запись, основные. Не буду рассказывать долго. Звук, видео. Кстати, настройка важная, а в Telegram она так запрятана, что и не найдешь. И дополнение. Тоже пока оставим в стороне. Ну что ж, найдем кого-нибудь. На втором компьютере зарегистрировал второй аккаунт. Чтобы найти человека, надо знать логин полностью. Автопоиск тут не работает. Вот. Вы не можете напрямую писать человеку, сначала он должен добавить вас в контакты. Ну или отклонить, или даже заблокировать. Но если добавит, потом уже ему придет ваше сообщение. Кроме собственного сообщения, можно отправить файл. Кто-то ругается, что не работает, не знаю. У меня все отправляется. Можно записать аудио сообщение. И даже видео сообщение. Кроме того, человеку можно позвонить. Звонить с камерой, без камеры, это не важно. Камеру можно включить впоследствии. Ну и тут даже не буду особо рассказывать. Достаточно стандартная история. Включить-выключить камеру. Микрофон. Настройки. Можно добавить участников. Количество не проверял, но вроде должно быть не ограничено. Чат. Ну и транслировать экран. Тоже очень и очень полезная вещь. В телеге, например, появилась совсем недавно. То, что они стартуют с этой функции, это, конечно, очень круто. Ну и, наверное, все. Можно еще записать это. Ну, в общем, на мой взгляд, очень неплохо по функционалу для мессенджера, который в первую очередь про безопасность. Посмотрите в этом смысле, например, на сигнал. Так. Ну и давайте уже напоследок все-таки синхронизируем устройство. Понятно, что это функция номер раз. Вот я скачал джемми на андроид. И тут при заходе выбираю подключиться с другого устройства. Тут нужен пароль и пин. С паролем понятно, а где взять пин. Нетривиальная задача, но и несложная с другой стороны. На десктопе в настройках нам нужно в учетной записи привязать другое устройство. Вводим пароль и получаем пин. Действителен в течение 10 минут. Собственно, ложка дегтя пока — это отсутствие групповых чатов. Говорю пока, поскольку где-то прочитал, что разработчики обещали. Да, и вот тут смешно, что надо заново имя вводить. Хотя это вроде как синхронизация, но имя можно ввести и не то. Да. И сообщения потом могут не отправляться третьей стороне. Ну то есть между синхронизированными устройствами гоняются, а третьему человеку не уходят с мобильного. Я написал сообщение на десктопе третьему человеку, отправил и тогда ему пришли все сообщения, включая не отправленные с мобильного. И потом с мобильного стали отправляться сразу. Это, наверное, бага, но у меня вылечилось так. Ну в общем достойный экспонат в коллекции защищенных мессенджеров. Напомню еще экспонаты. Бриар, Сигнал, Фаерсайт, Дельтачат — это только те, что я рассматривал. Ссылка на плейлист в описании. Все любите друг друга, переходите на защищенные мессенджеры, хватит уже гонять WhatsApp. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите нам о чем еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.